вчера мы с вами говорили о канале позитива а сегодня вообще поговорим о том почему же так важно сохранять позитивный настрой многие из вас сейчас знают я нахожусь в египте и как у всех да то есть как бы россиян я очень много уделила время сейчас украинцам которые реально страдают но я точно также знаю что страдают не только украинцы страдают россияне которые живут за границей как я например у которых сейчас там заблокирована сбербанковская карта которой нельзя абсолютно ничего там оплатить и это реалии реалии нашего мира но те кто например более продвинутые путешественники как я вот у меня тинькофф тинькофф слава богу работает то есть естественно когда началось самое вот такое вот я спокойно пошла сняла деньги для того чтобы оплатить жилье плюс мне есть залог плюс как бы я знаю точно что мне есть чем потому что у меня есть ассистент у меня есть человек который со мной работает моя фея который нужно платить зарплату то есть я в первую очередь подумал о том что было что оплатить как оплатить то есть мы говорим о позитивном настрое но при этом никто не говорит о том что нужно отменять здравые действия и здесь очень важно всегда сохранять спокойствие например когда был карантин когда был карантин и объявили например в индии о том что сначала один день все будет закрыто и люди купили себе продуктов буквально на один день но у меня как всегда сработала чуйка я пошла и закупила больше и когда по буквально в этот же день объявили еще о трех днях я была спокойно но концу четвертого дня сказали о том что бессрочно закрывает и не будут работать ни магазин и ничего губернатор штата гоа пошел без беспрецедентно больше ни одного такого не было и просто закрыл полностью все продуктовые магазины меня конечно вообще никак не коснулась я помню как у меня было огромное количество продуктов и всего прочего да и вокруг меня я я сохранила очень хорошо у меня были отношения с лавочником и когда объявили что закроют опять карантин я пошла и затарилась еще больше я прям помню пришлось отменить вебинар вот но это даже помогло мне ему многим моим соседям потому что потом я давала там продукты близлежащим людям мы обменивались кому что нужно вот но сам факт том что всегда страдают обычные люди при такой ситуации когда же кто-то проявляет себя с очень хорошей стороны и начинает помогать начинает помогать я помню на сногу парни были которые под страхом их били их там ловили они ездили на рынке на такие подпольные да то есть закупали там папаю бананы и привозили мамочкам которые приходили они просили приходить с детьми чтобы точно удостовериться что это мамочки с детьми и на каждого ребенка давали там по два банана папаю и какие-то продукты есть эта реальность была такова и абсолютно спокойно мы все жили да то есть я была в спокойствии и сейчас я понимаю что моя самая главная задача сохранять спокойствие да почему потому что во первых я знаю сто процентов что финансы безграничны и неважно будет сейчас карты работать не будут я сто процентов знаю что если сейчас отрежется карты если сейчас даже но выключится инстаграм мои клиенты ко мне придут но не через клиентов так через какого-то не знаю мецената мне придут не через мецената так я может быть там клад найду вон выйду и клад найду не через клад так придет мужчина который скажет все дорогая и да я все твои проблемы забираю на себя появится там мужчина который будет меня обеспечивать и это все зависит от вашего спокойствия внутреннего потому что деньги это энергия чем более на напряженное наше тело чем больше мы в состоянии беспокойства тем больше мы отталкиваем от себя деньги возможности только в спокойном состоянии вы можете увидеть как бы знаки только в спокойном состоянии к вам придут возможности только в спокойном состоянии вы сможете принять взвешенное решение и очень важно чтобы вы каждый день пока не закончится вся эта вакханалия, слушали медитации по снятию напряжения, слушали медитации от стресса, потому что ничего так не разрушает наш организм, как напряжение, страх и стресс. Поверьте мне, если организм живёт в страхах, стрессах и вот в этих программах ненависти, агрессии, неважно даже кому, даже если вы будете испытывать ненависть просто к оккупантам, российским оккупантам, которые суки, сволочи пришли и бьют наши дома и громян, да, как многие пишут сейчас, вы будете разрушать себя. Вы не разрушите их, вы не разрушите никого, вы разрушите только себя. Страх, ненависть, агрессия, злоба, которые сидят в вашем теле. Ведь почему столько хейтеров сейчас сидит, почему столько пишут всякой гадости? Даже я сейчас зашла и удалила, заблокировала одну женщину, которая в моём личном маленьком аккаунте начала писать, что ой, сколько ботов сидит, ой, да то турка наняла, который только за ужин согласился ещё пишет о принятии себя в блог. Всё, идёт нахер. Я не хочу тратить своё время, нервы, и любой человек, который будет сейчас пытаться выводить меня из состояния моего спокойствия, из состояния как бы любви, неважно. Я понимаю, что у человека драма, ей плохо, ещё что-то. Если человек не может взять себя в руки, я не собираюсь быть девочкой для битья и вам не рекомендую. Я могу вам точно сказать одну вещь. Хотите сохранять своё спокойствие, ограждайте себя от всего, что может вас вывести из него. Вот я, например, сейчас прилетела, я уснула. Я спала сейчас два часа, и буквально за 20 минут перед этим меня разбудила Жанна на прямой эфир. Почему? Потому что я открываю каналы, я являюсь проводником для вас всех, кто слушает сейчас медитации, кто слушает мои как бы прямые эфиры. И через меня идёт огромный поток энергии, моё тело тоже устает, ему нужно больше внимания, наслаждения и ласки. И я не буду сейчас вообще идти на полумеры. То есть любой человек, который будет писать любой хейт, будет сразу заблокирован и идёт просто в пеший эротический тур. Моё спокойствие, а это значит спокойствие и возможность открывать канал и помогать остальным людям, помогать своей команде. А у меня в команде есть и двое украинок, девочек, да, о которых мы тоже должны думать. И о том, что мы должны думать, как они потом выйдут, когда закончится эта война. Она закончится 100%. И людям надо жить будет после неё. И нужно будет самое главное, да, то есть оставаться людьми. Вот никакую агрессию я понимаю прекрасно, осознанно я понимаю, что агрессия идёт от бессилия. Когда мы агрессируем, когда мы гневаемся, когда мы не можем ни на что повлиять, так признайтесь, признайтесь себе и скажите, да, я сейчас агрессирую, да, во мне злости, но я хочу быть наполненным любовью и добротой. Прооритесь, прокричитесь, не знаю, там, как бы напишите письма обид, продышитесь, но не сливайте-то ни на кого. Не участвуйте ни в одних драчках и не смакуйте новости, не смотрите сторисы вообще. Я даже сейчас, у меня девочка, я её очень люблю, она мой тренер. Ну вот на завтра тренировку, да, то есть я её, она придёт, я её приглашу, я её попрошу, чтобы мы вообще не говорили об этой ситуации. Потому что зачем? Мне хватает того, что вчера даже я у косметолога была, и то-то там возмущается за русских, одни возмущаются за украинцев, да мне похрен вообще на всех. Я человек, я женщина, я женщина, и от меня зависит, насколько будет мир вокруг меня, насколько будет спокойствие вокруг меня. И точно так же вы. Перестаньте, да, национальность и то место, где мы родились, очень важны. Но мы же не отрицаем предков своих, но мы в первую очередь идём. Сначала идёт Создатель, потом вы. И вы, как женщина или мужчина, в зависимости от того, в каком теле вы родились, перестаньте там думать и болеть. Вы очень много сливаете энергии сейчас и Грегором. Вообще перестаньте судить. Мы не знаем, зачем Создатель разрешил это. Мы не знаем, почему Создатель дал на это согласие. Ведь волос с головы человека не упадёт, если на то нет воли Создателя. Значит, он на это дал разрешение. А дал он разрешение, потому что в нас слишком много гнева, агрессии и злости. Войны начинаются тогда, когда много гнева, злости и агрессии. И поверьте мне, никогда не придёт война туда, где много любви и где много света. Она просто не сможет подойти к этому месту. Сколько войн начинались, чтобы зайти в Индию и сливались. Сливались, потому что они держали любовь. Индия, да, она мирная страна, она никогда ни на кого не нападала. Это единственная страна в мире, кстати, практически, которая никогда ни на кого не нападала. На неё нападали. Но она реально хранила мир. И все эти, так скажем, оккупанты уходили. Но давайте начнём с того, что вот прямо сейчас вы можете повлиять на эту обстановку. Вы можете повлиять на то, чтобы закрыть войну. Вы можете повлиять на то, чтобы рубль успокоился. Вы можете повлиять. У каждого своя ситуация. Вот сейчас, например, большинство россиян, которых нету карт Тинькова, но которые тоже за границей, они могут остаться без средств к существованию. Им не на что будет даже купить билеты, покушать. Почему многие думают только об одной стороне? Да, это страшно. Да, это как бы, но у всех есть свои моменты. А кто-то сейчас реально проживает свою войну. Я знаю людей, которые борются с раком сейчас. И у них своя война, и она не менее страшна. А кто-то ещё, ребят, успокаиваемся и начинаем жить и понимать, что и это тоже всё пройдёт. Всё проходит в итоге. И это тоже пройдёт. А от того, как мы это проживём, зависит то, насколько мы будем здоровы, насколько будут здоровы наши дети, наши внуки, потому что им мы передаём это. Насколько будут здоровы и счастливы все вокруг нас. И насколько мы будем жить в изобилии, в лёгкости, радости и счастье. И это самое главное. Вот это самое главное. Идёт спитресс, конспирирую. У меня тоже отлично слышно. Звук хороший. Всё слышно идеально. Я в наушниках слышу через слово. Тоже слышно всё хорошо. Прекрасно слышу. Звук пропал совсем. То есть не нужно об этом говорить и слушать, смотреть эту информацию. Да, абсолютно. Абсолютно не нужно не смотреть информацию. Не нужно не обсуждать этого. То есть когда ко мне приехала Жанна, у которой ещё после Дубая оставалась, Дубая и Армения оставалась вот эта вот паника по поводу коронавируса, я ей сказала так стопе. Я не хочу об этом слушать и слышать. И только тогда она успокоилась. Она приехала ко мне вся издёрганная. Ну согласись, Жанна, она приехала ко мне вся с издёрганной нервной системой. И только здесь она смогла успокоиться. Она смогла реально начать заниматься собой. Потому что её полностью издёргала нервная, её была вся нервная система вся издёргана. Потому что она жила как раз в окружении всех людей, которые там паниковали, испытывали стресс, бежали срочно на прививки, которые сейчас непонятны до сих пор. То есть люди с прививками переболевают и микронами, и дельтами, и всем подряд. Успокаивайтесь. Настраивайтесь на позитив. И самое главное, понимайте, что финансы безграничны, возможности безграничны. И даже если рядом с вами будет вокруг, не знаю, там, бомбы свистеть, или вообще всё банкротится, у вас всё будет хорошо, если вы будете в это тотально верить. Если вы будете верить в то, что Создатель вас всегда выведет и всегда вам поможет. Почему священники шли к прокажённым и не заболевали? Они верили. Они неистово верили в то, что Создатель их защитит. Вот это очень важно. Но при этом вы не должны, знаете, как бы, как в том анекдоте, да, то есть как бы молиться, а в дом вода подступает. Вам Бог доску пришлёт, лодку пришлёт, вертолёт, а вы всё будете хотеть, чтобы Бог вас сам взял на ручки и понёс. Нет. То есть вы спокойно работаете, занимаетесь, делаете свою рутину, как бы подстраховываете себя где возможно. То есть я тоже подстраховалась, потому что если заблочат Google Диск, большинство курсов, да, на Google Диске, большинство каких-то вот, ну, фотографий, каких-то медитаций, которые нужно давать. Естественно, я подстраховалась. Я попросила, чтобы команда тут же скачала на жёсткий диск в Азербайджане, да, то есть как бы брат Турала скачал. Я попросила, чтобы мы открыли Яндекс.Диск и у нас сделали резервную копию, потому что есть тоже определённая ответственность. И нужно быть просто спокойным, то есть ты сам себе помогаешь. То есть вы должны понимать, что с позитивным настроем ты мыслишь намного легче и проще. С позитивным настроем ты видишь возможности, и ты становишься более маневренной, ты становишься более гибкий, ты становишься приспособленный. То есть ты приспосабливаешься к любой ситуации и можешь увидеть как бы всё. Если же вы будете в панике, если же вы будете там в стрессе, если вы будете в напряжении, вы будете становиться жёсткими. А жёсткие люди не находят выхода. Жёстким людям очень тяжело. Они только ищут подтверждение, что всё вокруг хреново. Вот я была такой жёсткой, когда я банкротилась, кризис 2009 года. И только искала подтверждение везде, что всё хреново и что все банкротятся. А при этом множество людей жило как ни в чём не бывало, ещё и богатело, и из этого кризиса вышли намного более богатыми. Почему? Да потому что мне было проще искать подтверждение того, что всё плохо, чем начать работать над собой. Я начала работать над собой, но очень поздно получается. У меня ушло на это много лет. И если бы мне кто-то тогда начинал говорить и делать, давать как вы, как у я, вам, мне было бы намного проще. То есть то, что ушло у меня там по несколько лет методом проб, ошибок, каких-то знаний, инсайтов, которые мне приходили, у вас уходит на это всего полгода, год. А тем более сейчас ещё такой период. С прошлого года, с августа, мы зашли в Эру Водолея. И сейчас, да, то есть мы все чувствуем, мы живём чувствами, мы на тонком плане всё понимаем и осознаём. И поэтому так часто, да, то есть как бы мы, если опять же наш мозг не засран агрессией, наш мозг не засран там ненавистью и осуждением. Если же наш мозг засран, мы ничего не слышим, мы ничего не чувствуем, мы не можем ничего найти хорошего. Мы ищем только плохое. Мы ищем только то, что может как бы подтвердить, что всё вокруг плохо. То есть и подобное притягивает подобное. От вашего позитивного настроя зависит то, как вы будете жить. От того, как вы будете сами себя поддерживать и создавать вокруг себя поле любви, очень многое зависит. Смотрите, завтра у нас стартуют высокие вибрации. Всех украинцев, у кого нет возможности оплатить, если вдруг у вас реально нет возможности оплатить, я запускаю абсолютно безоплатно. Всех украинцев, потому что у вас сейчас эта ситуация, и именно из-за вас, да, то есть такое было принято решение. И как бы сейчас конкретно, да, начать это всё. Но это точно так же сделано и для меня, и для всех россиян, и казахов, и тех, кто славяне живут в Европе, славяне живут в Америке, славяне живут в Аргентине. Потому что когда именно паникует большое количество людей, а мы все с вами связаны тонким планом, потому что мы с вами все выходцы из СССР, и как бы то ни было, пока мы не оторвёмся от эгрегора СССР, пока, как бы, да, у нас у всех с вами единое тонкое поле. То есть в любом случае мы чувствуем беспокойство. Почему, когда происходит в какой-то другой республике, я иногда за несколько дней чувствую беспокойство и не могу понять, что же такое происходит. А потом понимаю, что, оказывается, это вот с ними было связано. Мы все на тонком плане связаны. И я предлагаю сделать что? На высоких вибрациях мы с вами откажемся от эгрегора СССР, потому что перестанем сливать туда энергию. Потому что мы через род, через наших предков, через себя, кто-то рождён в СССР, у кого-то мамы с папами рождены в СССР. И это очень важно, отказаться от этого эгрегора и перестать чувствовать, перестать раскачиваться. Почему нас так накрывает? Я нахожусь в Египте, а меня тут как бы, да, пытаются всё равно это достать. Но я ещё и чувствую всех вас. Я говорю, я сейчас прям чувствую, как я устаю, потому что я держу это поле, поле спокойствия для вас. Поле, которое через медитации, через настрои, через свои сторисы я создаю вам. Я увеличиваю в себе количество любви, чтобы как можно большему количеству людей помочь. А это тоже нагрузка. Нагрузка большая, потому что энергия заходит. Мы же проводники этой энергии. И ваша задача сейчас точно так же и телу помогать своему, потому что вы запускаете в себя энергию. Представьте, у вас идёт с двух сторон. Напряжение с одной стороны, вы успокаиваетесь, расслабляете тело, но это всё на тело влияет. Поэтому если у кого есть возможность сходить в баню, сходить в спа, сходить на массажи, обязательно делайте это, помогайте своему телу. Нет, хотя бы делайте ванны, аромаванны с маслами, со свечами, какие-то вот такие, которые будут помогать вам. Это очень-очень важно. Где все переживают, мы с мужем не смотрим ни новости, ни телевизор, живём обычной своей жизнью, занимаемся любимым делом и благодарим за всё. Правильно. Это правильно. То есть проще сейчас на время даже вообще уйти из соцсетей. Я уже вообще думаю о том, что я, наверное, отпишусь абсолютно от всех. Даже он от Урала, похоже, придётся отписаться, который начал ни с того ни с сего. Пока я с ним была, он ничего не репостил такого. Я улетела, он начал репостить про Украину. Как бы, похоже, мне придётся сейчас от Урала отписаться, потому что, ну, как бы мне зачем это надо? Он вообще азербайджанец. Какого хрена ты лезешь? Тебя никаким боком это не трогает. Ты должен сохранять спокойствие и заниматься. То есть я отписалась от Урала сегодня, потом обратно. Да, как бы вот именно. То есть я тоже отпишусь от Урала сегодня. Когда он, вся эта ситуация как бы наладится, я на Урала подпишусь. При том, что он мой друг. Я его очень люблю, как младшего брата. Но даже младшему брату я не позволю разносить меня и создавать мне дискомфорт, который будет меня выводить из себя. От меня зависит очень многое. От меня зависит ваше спокойствие, спокойствие тех учеников, которые сейчас на высокие вибрации пойдут, чтобы вы получили максимальный результат. Поэтому, мои дорогие, если вдруг, если вдруг кто-то из вас где-то в чатах начнет что-то писать, я вас сразу заблокирую. И потом вам придется через Юлю, Дыму или Алину писать и проситься, чтобы опять разблокировать. Поэтому, пожалуйста, у нас поле любви и спокойствия. Мы можем повлиять только на себя, на своих домочадцев. Но уже с этого начинается мир. Начните мир с себя. Не нужно кричать про других. Вот вы знаете, это меня все время поражает, когда люди возмущаются, что ледники тают, все тает. Да бляха, муха, ты выйди, свой лес почисти. Ты выйди, обогрей любого старичка. Ты выйди, бомжу дай еду, кошечку накорми. Хоть что-то сделай, чем просто сидеть и возмущаться. Вот начинаем с себя. Начинаем абсолютно с себя. Мы сначала себя приводим в порядок, своим спокойствием заряжаем всех вокруг. К нам будут идти деньги, энергия, возможности. И этим самым мы уже будем помогать дальше. То есть как круги по воде. Но первое, что вы должны сделать, помочь самому себе. Помочь самому себе. Мама, когда падает самолет, кислородную маску одевает сначала на себя, а потом уже одевает на ребенка. Точно так же и здесь. Вы одеваете кислородную маску на себя. Не смотрите ни на кого. Нафиг. Все в пеший эротический тур. Ваше спокойствие дороже всего. Мы сейчас с вами наполняемся любовью. На высоких вибрациях мы будем тотально переходить и корить эти состояния. Это очень-очень важно. Те же, кто нуждается и тоже хочет пройти высокие вибрации, но у кого нет возможности по-настоящему. Заметьте здесь, потому что я сейчас почему задела этот вопрос. 30% из этих людей, я прям чувствую, имеют возможность оплатить высокие вибрации. Тысяча рублей у многих есть, но они решают, что лучше этого не делать. Тогда вы должны пойти и эту тысячу рублей один день бесплатно отработать земле. То есть пойти почистить землю, сделать что-то хорошее, да, то есть как бы вымыть свои подъезды. То есть день земле. Спасибо тебе большое, что ты говоришь такие хорошие правильные вещи. Люблю тебя. Наполняемся любовью, мудростью и добротой вместе с тобой. Завтра иду на курс. Поэтому, да, это очень важно. Как мужу это передать? Постоянно на вас все смотрят, и злой. Я как не стараюсь быть спокойной, он меня раздражает. Молись, проси, чтобы у тебя, вокруг тебя было спокойствие и было прям реально вокруг тебя спокойствие. Я высокие вибрации делаю ещё и для себя, потому что я точно так же вместе с вами буду наполняться, открывать все каналы, чтобы постоянно быть на высоких вибрациях. Это самое сейчас важное. Потому что нет, нет, этот одеяло, вот это вот шумо, оно будет идти. Но завтра на первом вебинаре, который будет на Ютубе, мы ещё отрежемся от Грегора Советского Союза. Что бы не было. Алтына, я не смотрю телефон вообще. Телефон не беру, не лезь в соцсети, держу спокойствие. Начинает младший сын провоцировать на нервы, водить на дорогу сплошные провокации. Я осознаю, что это провокация и держу спокойствие. Подключаясь к потоку, направляя на свет, направляя свет, любовь, доброту на планету, на всех вокруг, постоянно благодаря Творца за всё. Супер. Я чувствую в нашей маленькой Эстонии твою поддержку. Она помогает мне сохранять спокойствие, так как у меня всё переплетено и Украина, и Россия, и Великобритания, и Эстония. Я стараюсь сохранить спокойствие и позитив молюсь за мир, за себя, за детей. Умничка. Тать, ну вспомни, вот Татьяна, Елена, да, то есть близно, как бы Лисовские. Вспомните, как мы с вами держали спокойствие во время того, когда все паниковали в марте. И никто из вас не заболел. Никто из вас, да, то есть вокруг вас никто не болел. Вы были спокойны, вы были радостны. С того момента, наоборот, началась ваша новая жизнь. Жизнь, наполненная энергией, светом и радостью. И это самое важное. А мне кажется, я меняюсь медленно, наверное, с кванта скачка, и муж меняется, я радуюсь молча. Радуйся, и это самое главное. Благодари Создателя. Я так благодарна Богу, что заболела корона, нет возможности сталкиваться с паникой. Супер. Где можно записаться, сейчас вам девочки вышлют. Все верно, только высокие вибрации спасают любое время. Каждый день рисую мандалы, которые обладают высочайшей вибрацией. Слушаю медитации и практики Алтынай. И действительно, все вокруг спокойно. И дети, и муж, и обстановка на работе. Благодарю. Конечно, мы сто процентов поменяли жизнь. Да, мы с вами сохраняли спокойствие. Мы с вами реально жили и работали. Да, я очень это помню. Так и был опыт замечательный с тобой приобрела. Благодарю. Конечно, когда все вокруг паникуют, когда все вокруг нарабатывают, убивают свои нервные клетки, свои нейроны, у нас нейроны умирают пачками, когда мы испытываем стресс, когда мы испытываем панику, когда у нас напряжение, у нас блокируется абсолютно все. Я вчера ходила на массаж, и мне мастер сказал, у вас вообще нет блока? Я говорю, ну конечно, какой блок? Мы тут проработали все. помните, на интенсиве здоровья. Он даже посмотрел мою холку и говорит, вообще соли нету, все хорошо, да, то есть как бы осталась жировая прослойка. Ну тут жрать меньше надо, чем я сейчас и занимаюсь, да, то есть перевожу на то, чтобы заниматься с удовольствием спортом. Вот. И это самое главное. Высокие вибрации мы будем с вами сохранять. Поверьте мне, этот курс потом будет продаваться в записи только за пять тысяч. Дешевле я его продавать не буду. Там шесть будет новых абсолютно медитаций, которые переводят, плюс большой вебинар на ютубе и плюс пять по часу, по полтора голосовых, которые мы с вами будем проводить в телеграм-канале. Поэтому я думаю, что каждый из вас может этим обладать. И высокие вибрации нас спасут в любое время. Даже если сейчас рубль нахрен, доллар будет стоить 200 рублей, у вас все равно так или иначе будет приходить изобилие по вашему коду денежной йоги. Почему? Потому что если вы будете в спокойствии и у вас будет соответствовать энергию вашему коду денежной емкости, вы будете жить все равно в изобилии. Пусть у вас не будет там наличных денег, но у вас каким-то образом появятся возможности. Кому-то дом дадут, кому-то, не знаю, там родственники оплатят там ремонт, еще что-то, да. То есть поймите, пожалуйста, это самое важное. Сохранять спокойствие. Это что у нас? А, выключилось. Вот. Сохранять спокойствие, сохранять позитивный настрой. Только вы, творцы своей жизни, всех нахер в пеший эротический тур. Я говорю, я вот сейчас вообще от всех отписываюсь, кто хоть что-то говорит. Потому что, как бы я их не любила, себя я люблю больше. Лично себя я люблю больше. Я всех очень люблю, но себя я люблю больше всех. Только когда у тебя есть энергия, потому что ты себя полюбил, ты себя наполнил, ты можешь чем-то делиться. Чем может человек делиться, который пустой, как барабан? Печалью, гневом, агрессией? Только этим. Я вам точно могу сказать. Сейчас очень и очень важно, чтобы мы сохраняли свой позитивный настрой. Поэтому у меня будут картины, которые я рисую, спорт, которым я занимаюсь, создание намерений на каждый день. Я буду вам показывать море. Я буду вам показывать, как бы, как я медитирую. Я буду вам показывать, как я там просто, не знаю, гуляю по морю, да, то есть как бы. Я буду вам рассказывать, как повышать свой код денежной емкости. Потому что это время пройдет. Но именно это время сейчас важное, чтобы вы не растеряли всю энергию, а наоборот ее приумножали. Потому что сейчас ее нужно намного больше. И только когда мы на высоких вибрациях, и муж, глядя на меня, перестал смотреть телек, занимается, с сыном играют. Я медитирую, занимаюсь рутиной. Да, рутина очень важна. Пеките торты, делайте что-то полезное по дому, убирайтесь. Вчера ходила на вокал на море, сегодня йога рисую. Супер, Ирочка, супер. Жизнь идет, и мы занимаемся рутиной. Чем больше нас, людей, будет вокруг, в балансе, в энергии, чем больше нас будет человек, который на высоких вибрациях, тем быстрее все это закончится и с меньшими потерями. То есть от вас сейчас зависит, как можно быстро все это пройдет. Поэтому мы не поддаемся на всех тех, кто агрессирует. А чтобы не выходить, мы все люди. Вы думаете, что мне как бы всегда приятно, что ли, какие-то негативные хейты слушать? Нет. Я прекрасно понимаю и осознаю, что люди это делают от бессилия, и от злости. И часто я это вижу и понимаю. Но вот сейчас, на данный момент, я не хочу тратить на это не йоты своей энергии, а просто всех пеший эротический тур. Сейчас, на данный момент, фокус внимания только на себя и на тех людей, которые доверились мне. Потому что вот вы, вас 148 человек, и вам нужно моё спокойствие. Вам нужно, чтобы я была подключена к этому каналу и давала вам тоже энергию и помогала вам сохранять ваше спокойствие. И в синергии мы можем очень многое. В синергии мы можем реально сдвинуть мир. Представьте, кто-то хранит спокойствие с Рами Блэктом, кто-то сохраняет спокойствие там с Татьяной девочкой тоже, да, то есть которая тоже вещает про это же. Кто-то с Натальей Шафрановой, кто-то с Тарсуновым, кто-то с Нарушевичем, кто-то со мной. И нас вот так по миру становится всё больше и больше. Людей, которые распространяют свет. И чем больше нас будет, тем лучше. Не поддавайтесь вообще ни на какие провокации. Фокус внимания только на себя. Только на себя. Абсолютно. Причём вы можете оказать поддержку, но только тем, кого вы знаете близко. Максимально, кого я спрашиваю, это свою подругу и свою Алиночку-куратора. И вот Елену. У нас здесь Лена-куратор тоже. У меня два куратора девочки, они обе из Украины. Сейчас работает одна Леночка. И если что-то медленно, если что-то более там, ну, как бы вам не отвечают сейчас так быстро, не обессудьте. Алина сейчас не работает, потому что, ну, у неё просто нет возможности связи. По мере возможности мы будем всем отвечать. Но вот сейчас на данный момент работает только один куратор. Ещё к двум кураторам я написала, но пока они, к сожалению, не... там только с понедельника могут начать. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы сохраняли спокойствие и выдавали всё то, что должны делать. Вот это очень важно. Ну что, давайте создадим намерение. Сегодня у нас намерение. Мы создаём намерение через увеличение любви, доброты, радости. Мы чувствуем абсолютное, тотальное состояние счастья. Тотальное состояние счастья. Почувствуйте, как этот канал начинает наполнять вас, окутывать каждую вашу клеточку. Он наполняет вас, даёт возможности ощущать себя живыми, счастливыми, умиротворёнными. И мы открываем тотальный канал счастья. Тотальный канал счастья. Мы открываем тотальный канал счастья через увеличение любви, доброты, радости и счастья. И все вокруг, кто взаимодействует с нами, у них тоже увеличивается количество любви, доброты, радости и счастья. У каждого человека, кто взаимодействует с нами, увеличивается количество любви, доброты и счастья. Каждого из вас я очень сильно люблю. Каждый из вас мне дорог. И каждому из вас я посылаю лучки любви, света и счастья. Встречаемся завтра на высоких вибрациях, который пройдёт на YouTube-канале. это интенсив на шесть дней. И там вас ждут незабываемой медитации. Сегодня записываю медитацию. Тотальное ощущение счастья. Это просто что-то божественное. Всех люблю, всех целую. Те, кто не могут, пишите, пожалуйста, Юли. И, так скажем, вы будете брать на себя ответственность за то, что вы будете, отдадите день на служение другим людям. Пожалуйста, помните, что если вы на самом деле имеете эту возможность, но пользуетесь этим, то в дальнейшем всегда во Вселенной заберёт больше. Это делается для тех людей, которые на самом деле не могут оплатить тысячу рублей. Поэтому, пожалуйста, не злоупотребляйте. Вселенная всё видит, а забирает она всегда в тысячу раз больше. Всех благодарю, всех люблю, всех целую. Девчонки, если кто-то из вас готов помочь тем, у кого нет денег и оплатить за кого-то, буду тоже признательна. Потому что у меня есть тоже своя ответственность перед моими кураторами, перед теми людьми, которые записывают медитации, обрабатывают. Поэтому, кто готов, можете выступить спонсором и сделать добро в этот мир. Всех люблю. Всем пока.